всем привет друзья здравствуйте всем салам алейкум я передаю вам самый романтичный привет из наверное самого милого и приятного места этой негостеприимной страны под названием узбекистан я нахожусь сейчас ташкенте столица узбекистана и за моей спиной находится самая романтичная такая локация этого парка называется она любовь по-английски так здесь есть еще гостиница хилтон с я вам ее покажу вот она это наверное самая дорогая гостиница в этом городе и здесь гуляет молодежь здесь очень много интересного там дальше находится конференц-холл такой где вообще нельзя гулять простым смертным помогут гулять только гости отеля и только гости конференц-холла понимаете то есть здесь по всей стране происходит дискриминация поэтому я называю страну узбекистан негостеприимный единственная задача всей политики страны а также многих ее жителей сбить с иностранца как можно больше денег сегодня например узнал что опять-таки на телебашне которая здесь есть цена отличается в 10 раз между местными и иностранцами причем каждому нужно будет показывать документы выворачивать все карманы полностью поддаваться а унизительным процедурам обыска допроса и так далее просто на вход в обычную достопримечательность такая как телебашне понимаете и так происходит везде так что будьте готовы что вас будут обижать дискриминировать по национальному признаку проверять документы избивать с вас в 10 13 раз больше чем с местных в узбекистане вот так так думает правительство страны здесь никто не платит налоги все занимаются частным извозом при этом нелегальное разумеется но иностранец должен платить туристический налог в отелях и соответственно две или даже две цены до две цены всегда и цена для иностранца как минимум на два доллара дороже постелах а то и на 3 а в гостиницах где-то в 3-4 раза цена для иностранца выше чем для местного вот такие вот дела есть самарканде главная достопримечательность называется регистан так там вообще цена отличается в 13 раз то есть иностранец должен быть в 13 раз и вот как-то так сейчас я вам покажу что здесь происходит еще вот здесь есть камера которая всех снимает вы зачастую будете чувствовать себя как или в тюрьме или в полицейском государстве да так что будьте готовы к этому да вот местные жители выглядят именно так очень-очень архаично и колоритно здесь даже есть еще маленький прудик такой значит есть такой прудик вечером здесь происходит свето музыкальное шоу шоу фонтаны музыка и такое представление такой водный спектакль что-то подобное я видел уже и в малайзии и сингапуре где-то там рядом чуть вниз пройдите по моему каналу и вы увидите запись этого представления там было две или три песни я заснял причем песня была одна русская так называемая калинка-малинка потом была песня из кинофильма пираты карибского моря а потом я вспомню это было песня memories очень известная песня по моему из какого-то мюзикла вот такие вот дела да пока я не закончил друзья не забудьте подписаться на этот канал поставить лайк откомментировать хорошими словами этот ролик и нажать на колокольчик меня зовут олег я профессиональный путешественник я человек мира я гражданин нашей планеты да и на данный момент я странствую 6 лет вокруг света и посетил уже где-то 60 стран в общей сложности если считать с повторами транзитами и малопризнанными странами не забудьте поделиться этим роликом и друзьями если вы хотите знать правду о мире о городах странах континентах неприлизанную правду не проплаченную информацию то смотрите мой канал вы узнаете много интересного я говорю всегда правда как бы она ни была неприятно но разумеется здесь средней азии такая специфическая ситуация что народ не любит правду и вообще не воспринимает критику вообще вот как-то так на самом деле я сам такой же и вот здесь такая же атмосфера нужно быть очень осторожными вот такие вот дела у меня в моей любимой стране таджикистане совсем недавно выяснились подробности что уже президент несменяемый разумеется бессменный начинает проводить монархические такие тенденции и готовит своего сына как преемника то есть там такое понятие как демократия выборы и так далее вообще отсутствует где угодно в средней азии до права человека нарушается на каждом шагу частности я попал в больницу с инфарктом после тотальных унизительных обысков на границе от узбекских пограничников вот представляете так что если вы хотите получить сердечный приступ инфаркт быть раздетым до гола на границе просто для того чтобы лишний раз все убедились вы не шпион не террорист там и так далее и не везете ничего запретного хотя для них запретным может быть абсолютно все даже пачка чая является запретной да то добро пожаловать в узбекистан вот так если вы хотите чувствовать себя лохом которого разводят на каждом шагу унижают и оскорбляют пожалуйста вот здесь есть еще такой сатер но есть еще некоторые приятные моменты это довольно красивые девушки должен сказать что некоторые жители конечно довольно гостеприимные добрые некоторые и они не отрицают от факта но при этом они чертовски любопытные бестактные и навязчивые как-то так сложилось исторически в частности все стараются подойти послушать о чем я говорю влезть мой телефон в камеру посмотреть с кем я веду переписку со мной сфоткаться разумеется бесплатно либо сделать сэлфи вообще либо сфоткать меня так в наглую ну вот как то так происходит и при этом они еще любят задавать миллион дурацких вопросов например кричать тебе через 10 метров без представления без здравствуйте как дела и так далее просто откуда вот этот вопрос должен отвечать везде и всем с утра до ночи то есть ты должен отчитываться перед всеми отвечать на дурацкий вопрос откуда ты приехал в очень грубой форме заданной при этом могут даже еще пальцем тыкнуть на тебя ну такое местное население что вам еще показать интересного значит здесь есть ряд ресторанов и там были еще такие инсталляции из разных фигурок такие зеленые статуи смотрите в моем инстаграме называется олегу петров артист не забудьте подписаться олегу петров артист это мой инстаграм не забудьте подписаться на этот канал также пройдите вниз по ссылке в описании там есть слова патреон или донейшн поддержите меня пожалуйста в ближайшее время не предстоит серьезная операция на сердце которую предстоит делать благодаря местным властям и этой замечательной стране добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать в узбекистан ташкент горячий романтичный привет из ташкент сити да простите но из песни слов не выбросишь я всегда говорю только правду сегодня у нас выходной день и все гуляют абсолютно все гуляют пялятся смотрят могут подойти вплотную вплотную на расстоянии полметра для того чтобы посмотреть на тебя с ног до головы вот такие вот пронизующим взглядом рентгеновский потом посмотреть в твой телефон чтобы посмотреть с кем ты там ведешь переписку либо посмотреть в момент съемки посмотреть что ты там снимаешь с кем ты там говоришь послушать с кем ты говоришь вот так вот без так на себя ведут местные жители это нормальное явление так происходит везде абсолютно причем они считают что ты должен отчитываться перед всеми перед продавцами таксистами и так далее должен обязательно рассказать откуда ты приехал туда такой вот такие вот дела это и многое другое вы узнаете если будете на связи спасибо большое за просмотр со мной все хорошо будет еще лучше оставайтесь на связи не забудьте поддержать меня в моем проекте в моем кругосветном путешествии пройдите вниз по ссылке в описании вы найдете слова patreon или donation там можно оказать посильную помощь которая мне очень сильно нужна так как в ближайшее время мне предстоит операция всем спасибо увидимся на краю света и